Белым ночам 10 лет. В Муравлинка провели самый масштабный, зажигательный и громкий окружной фестиваль, давно ставший визитной карточкой города. Он собрал и объединил более 10 тысяч человек из разных уголков страны. Новый Уренгой, Барнаул, Владивосток и Москва. И это далеко не все города, откуда приехали гости на фестиваль «Белые ночи». Мероприятия стартовали на сопке с туристического слета тайга. Здесь был разбит самый большой палаточный лагерь за всю историю фестиваля, вместивший около 500 человек. Почетные гости «Белых ночей» – команда туристов из Волновахи. Ожиданий очень много на самом деле. Вообще очень хотим. Мы первый раз на севере, мы никогда не были. Вот у нас абсолютно другой климат. Для нас уже новое. То, что вот у вас такая погода непредсказуемая, интересная. Колорит тоже местный, замечательный. Конечно, хочется посмотреть, успеть на все мероприятия, которые запланированы на фестивале. Ну, попытаемся посетить большинство. За звание лучших боролись 8 команд. Участники прошли полосу препятствий, состоящей из шести этапов. А вечером у костра представили визитные карточки. Второй день «Белых ночей» начался с рыболовного конкурса «Клёвое место». Всего 65 рыбаков поймали 18 килограмм рыбы. С ноябрьского приехали, поучаствовали в ваших соревнованиях по рыбалке. Ну, на «Белую ночь». Очень круто для такого маленького города. Очень крутое мероприятие. А что обычно с рыбой пойманной делаете после рыбалки? Да я не знаю. Отпускаем. Да. У нас такой спортивный интерес. Поймал, отпустил. Идейный вдохновитель фестиваля – Руслан Юсупов. Именно ему 10 лет назад пришла мысль организовать и провести первые «Белые ночи». Сегодня Руслан живет и работает в Салихарде. Наша сопка, она стала местом, где раскрепощаются все творческие идеи. Местом, где можно реализовать самые-самые безумные свои детские мечты. Местом, где мы хотя бы на немного, хотя бы на один день возвращаемся в детство, возвращаемся в нашу юность. Всем нам сегодня 16. Поэтому, мои дорогие муравленковцы, с Днем молодежи, с праздником. После официальной части мероприятия гостей и жителей города ждали десятки развлекательных площадок. Любители готовить на открытом огне участвовали в гастрономическом грильфесте «Городской пикник». А экстремалы отправились покорять бездорожье. Задача участников троферейда – пройти трассу за короткое время и выполнить задание контрольных участков. Что нужно сделать, чтобы успешно пройти все соревнования? Нужно сделать быструю машину. Часто ездить на соревнования. И самое главное – поставить шнолки, резину, бампила и лебедку. Найти занятия по душе смог каждый. На «Белых ночах» работали площадки фестиваля «Город М». Проект реализован при поддержке «Росмолодежь Гранты» и «Таврида Арт». А завершающим аккордом стало выступление группы «Ария» и «Рок-привет». И все это было приправлено огненным шоу артистов из Тюмени. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Новости Муравленко.